В Санкт-Петербурге прошли первые всероссийские соревнования на звание лучшего звена газодымозащитной службы МЧС России. За звание лучших боролись 9 команд звенья газодымозащитной службы, представившие свои федеральные округа. Главное управление МЧС России по городу Москве, Санкт-Петербургу, Кировской, Воронежской, Астраханской, Челябинской областей, Приморскому краю, Республике Тыва и Ставропольскому краю. Во время состязаний огнеборцы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и сплоченный командный дух. Программа соревнований включала в себя выполнение одного теоретического задания и двух практических упражнений. В частности, газодымозащитникам предстояло преодолеть огневую полосу, вскрыть дверной проем, ликвидировать утечку жидкости, а также в непригодной для дыхания среде отыскать и спасти двух условных пострадавших, оказав одному из них первую помощь. Все практические упражнения газодымозащитники выполняли полностью экипированными в боевую одежду и снаряжение. По итогам напряженной и зрелищной борьбы победителем финала всероссийских соревнований название лучшего звена газодымозащитной службы МЧС России стала команда главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Второе место у представителей главного управления МЧС России по Приморскому краю. Третье место досталось команде главного управления МЧС России по Воронежской области. Кубок победителям вручил лично заместитель министра чрезвычайного ведомства Илья Денисов, наблюдавший за ходом сегодняшних соревнований. Он отметил важность проведения подобных мероприятий. Бойцам приходится работать в условиях практически нулевой видимости, в условиях высокой температуры, при угрозе взрыва, обрушения. И газодымозащитная служба – это основная служба пожарной охраны, которая предназначена для проведения разведки и спасения людей именно в непригодной для дыхания среде и с риском для жизни. Поэтому оснащение и подготовки газодымозащитников всегда ставилось и будет ставиться. И сейчас ставится. Предъявляются самые высокие требования. Напомним, что данные соревнования состоялись впервые. Место для их проведения было выбрано не случайно. Ведь именно здесь, в городе Наневе, и зародилась газодымозащитная служба. 1 мая 1933 года в боевой расчет Ленинградского гарнизона пожарной охраны было включено первое в нашей стране отделение газодымозащитной службы. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.